24 года я работаю в отрасли, так получается, как бы я ни хотел, другим я заниматься не умею. Замечательно, и замечательно, что вы решили объединиться. И так получается, что везде мои воспитанники, везде мои потники, но, например, такого, как Сухоносов, то, что он сейчас творит, я его не учил. Хотя он у меня отработал 18 лет. Я такие гадости не учил, господин Сухоносов. Я не хочу не говорить ни о ком, ни плохое, не хочу кого-то хвалить. Мы конкретно сегодня встретились, потому что водочный, можно сказать, мир страны решил как-то объединиться, потому что на сегодняшний день очень много вопросов, как друг к другу по образованию рынка, ценообразованию, конкуренции. Так может быть и вообще к организации всего процесса, потому что хаос полный на сегодняшний день. Хаос в производстве, хаос у спиртовой отрасли, как основной сырьевой, хаос, естественно, в оптовой торговле. Оптовики на сегодняшний день просто уничтожают производителя в связи с тем, что хочу-беру, хочу-не-беру. Хочу с этим работать, хочу не с этим. Никто не переживает на сегодняшний день за производителя как основного пополнения акциза, то есть бюджета. Никому это не интересно, то есть кроме самих, они, естественно, производители. А так как на сегодняшний день у нас практически 98% это частное, у нас всего лишь 4 предприятия ликвироводки осталось в Державном войне. Это у нас, так на память, Уманский ликвироводочный, который в арене уже последние 5 лет, то есть он уже на Державу не работает. Луцкий ликвироводочный, в Чернополе у нас Ковалевский и все. Практически все. Не практически, а все. Ну и единственное, конечно, предприятие, которое работает и будет, наверное, всю жизнь работать, это предприятие, принадлежащее аппарату президента, это же Томиска ликвироводчанка. То есть все частное. Естественно, частные интересы на сегодняшний день могут только отстаиваться с ими хозяйствами, там повышаться. Почему не усилили, никто не стал вопрос поднимать о возврате, такой, как Сават, потому что, ну, Сават это отношение с Чернеком. Почему с Чернеком люди не хотят работать? Наверное, это можно спросить только у Чернека. То есть мы не будем, наверное, сегодня наш диалог строить на каких-то там обвинениях. Абсолютно нет. Почему в лице Укроводки и Укроводки, по-моему, четыре предприятия, ассоциации, да, жил у нее с Климцом и все Климцовские, то есть, ну, Павел Анатольевич может быть и не хочет его расширять, а может быть и кто-то не хочет работать с Павел Анатольевичем. Опять это все, естественно, амбиции или решения каждого участника. В принципе, первый раз за историю Украины собрались и предложили о создании общей ассоциации. Все-таки 26 предприятий, на сегодняшний день 20 уже дали подписи официальные, 20 официальные подписи. Значит, еще подали 12 заявок на принятие еще не, у нас сейчас момент регистрации подписи. Подписи, значит, 12 еще подали, в том числе и уже виноводочные предприятия, которые хотят тоже как-то упорядочить производство и рынок, потому что все равно, как бы то ни было, то есть, всегда закончивается производство, это является произвести все. Мы можем в этой стране и нашими способностями продать практически не можем ничего. Или, говорят, продать можем так, что, говорят, потом очень больно будет за то, что мы сделали. То есть, вопрос идет о том, чтобы цель ассоциации, это, естественно, защита. Защита, в первую очередь, интересов тех, кто создает эту ассоциацию. То есть, производители, хозяев, которые вложили свои средства в оборудование, в людей, в товар, в полку, в рекламу. Потому что, все-таки, на сегодняшний день, если смотреть действующее предприятие, то есть, я имею в виду те предприятия, которые, например, в месяц попускают, там, с расчета 0,5 бутылки, то есть, миллионы более бутылок. Таких предприятий у нас, в принципе, около 20 есть. Мы понимаем, что есть монстры, типа Немирова, ННК, Союзвектана, там, все остальное. Но, все-таки, 20 предприятий выпускают больше, чем выпускают все эти монстры. Монстры, они все относительные. Они все относительные, которые, в конце концов, на сегодняшний день будут иметь, они уже имеют в течение последнего года постепенный крах. Крах финансовый. В чем он связан? Ну, элементарно, если вы вышли в отрасли как-то давно и знаете, что такое полка, что такое средства на полке, что такое монстры Немиров, это сотни миллионов гривен, которые стоят мертвы на полках и на складах. Кроме этого, это не деньги тех же производителей, это деньги банков, деньги инвестиций, деньги непонятные, деньги безответные. К сожалению, за всю историю производителя у нас существуют постоянные списки должников, постоянные списки долгов, пропавших, убежавших, кто-то в тюрьму посадивших, кто-то умерших. В конце концов, завершается к тому, что годовой баланс всегда идет с определенными потерями. Что более целенаправленно и, как говорится, думая о будущем, производителям, и рассчитывать это не только на завтрашний день, но и на послезавтрашний день, и на день, то, что производитель должен все-таки участвовать в втором моменте, иметь свои, как говорится, прямые доставки до полки. Посредничество оптовика, посредничество оптовых компаний, которые не влаживают деньги, не влаживают средства, а только объявляют суммы, проценты, рекламные услуги и все остальное. Создать новые торговые сети, которые... Не надо ничего. Торговые сети как раз создавать ничего не надо. Торговая сеть давно создана, она просто, опять же, перекочевалась в державную, в частную, она создана. Торговая сеть, к сожалению, работает, не к сожалению, в принципе, она работает на свой процент, он жесткий, она не балуется в ценообразовании, она не опускает производителя, она не берет за перевозку, но основная разница между отпуском производителя и попаданием именно на полку в торговлю, забирают непонятные структуры, то есть оптовик, да, оптовик. Почему, в конце концов, всем великим и невеликим пришлось строить и строят дальше свою дистрибуцию, то есть прямые поставки в розницу на полке, прямые поставки. Но я вам скажу так же, что, например, давайте возьмем ту же Хортицу, да, потому что Хортица, я считаю, это чемпион мира по скорости развития марки. За год развить торговую марку, даже с большими деньгами, надо было быть умницей, это надо отдать. Я думаю, что в мире нет такой скорости, что развитие торговой марки за год, даже с деньгами, очень грамотно было сделано, очень умно, и она действительно попала в десятки. То на сегодняшний день, по словам, опять же, у него 40 тысяч прямых поставок точно. Это не значит, что он самый мощный и самый пациентный. Он страдает от того же, все остальное. Он не на первом месте в нашей стране по производству. Даже не на третьем. То есть все это надуто, конечно. То есть вопрос идет о том, что все равно мы придем к логистическим складам, все равно мы придем к европейскому, как говорится, уже опробованному варианту. Но для этого нужно объединение. Объединение интересов. Пока будет живая конкуренция, живая конкуренция, я по 10, ты по 9, а я завтра угадаю за полноты, она будет существовать. Когда четкое будет понимание, что есть логистические склады производителей, есть объем, который он реально может произвести и реально договорено, что 100% продастся, все станет спокойно, все станет равномерно, все станет как положено. Дело в том, что очень прекрасный пример Польши, очень прекрасный пример в Германии. В Польше нет ни экзизных марок. В Польше нет ни полок, извините меня, по 50 метров водочные. И все там хорошо, и все понятно. К этому мы стремимся. То есть мы стремимся защитить интересы производителя в первую очередь, в объемах производства, в объемах продаж и в объемах их доходов. Чтобы страна была богатой, производители должны быть зарабатывать. В фаворе. Да, они должны зарабатывать. В принципе, это не только в ликероводке, это в принципе в любом производстве. Как бы то ни хотелось, мы там говорим, ликероводка. А тут же начинаем, мы уже влазим. Производство стекла, производство пленки, все уже поднялись. Ну, вот смотрите, с точки зрения работы ассоциации, вот у вас есть какие-то мысли, как сделать так, чтобы эта ассоциация действительно была действующей? У нас много ассоциаций на рынке. И та же, вот последний пример, укрводка. Честно говоря, когда они появились, мы ожидали... Но она не может действовать в интересах страны, потому что она представляет одного человека. Она действует в интересах защиты только своего интереса. У меня такое впечатление, что она вообще никак не действует. Она никак не может действовать. Это просто лицо Павла Анатольевича Климца, потому что он не может выйти и сказать, что я вот заводку на сегодняшний день. Хотя он выходит и говорит. Он же там в комитете, и все. А жовнир там защитает интересы. Хотя работа жовнира, так как жовнира, то есть он действительно ничего не делает. Я с вами. Я с вами. Есть ли у вас какая-то программа действий на первое время? Да, конечно. Не какая-то. Есть вот, пожалуйста, и... А вот вы говорите, 20 человек уже... Не человек, производство. Производство. Да, в данный момент входят в ассоциацию. И предварительный протокол собрания. Какие это предприятия, может быть, это и государственные, в том числе, и частные, да? Государственных нет, это только частные, да. А какие это, может быть, вы называете? Я вам назову всех 20 наизусть. Да? Могу всех 80 наизусть назвать. Дело в том, что так получается. Я вам сейчас продвинутый протокол. Ну, тут какие-то... Вот вы там в вашем преследии забыли? А запомнившки там... Ну, одни из крупных, давайте так, мы сейчас определимся, таких из флагманов. Одни из крупных, это, конечно, объединение «Лотонная инвеста», это Донецк, который объединяет 5 предприятий. Это как Артемовский ликорогребчаны, это как Македонно-Киевский виндзавод, это как Донецкий виндзавод, это как Старобетшевский завод. «Лотонная инвеста». Мощность производства, чтобы понимать, они в состоянии обеспечить 50% всей потребности в Крыму. Это только «Лотонная инвеста». «Кристаллдон», тоже донецкая фирма. И маленькая фирма, которая может тоже производить качественно, нормально, в больших, можно сказать, в огромных объемах. Одних еще из самых, этих самых, ну, конечно, Петрусалка, это «Золотогор», это «Золотогор». Да, на сегодняшний день они производят сегодня 10 миллионов бутылок. Брендовые, небрендовые, общие, общие. Это тоже на сегодняшний день один из, это побольше, по крайней мере, чем «Хортиц». «Александрия Блик». Да, «Александрия Блик» это у нас является, там, сегментом самого дешевого продукции, но это один из самых мощных, по крайней мере, и по дистрибуции, и по производству. Мощнейшие, такие как «Колганов», новое предприятие, которое стоит 20 миллионов. Такие предприятия, как «Полтавский ГГН», такие предприятия, как «Кременчурский ГГН». То есть, это все предприятия, которые на сегодняшний день являются рабочими. Рабочими, на которых работают от ста человек и выше, на которых, если, например, «Житомирский ГГЗ» не может войти, как предприятие аппарата президента в ассоциацию, то его торговый дом, так, его торговый дом. Он ходит с удовольствием и без проблем. Давайте так уже повернемся. «Золотоноши» – это «Златогор», «Умань» – это «Златогор», «Кременчурский» – это тоже «Златогор». Это все «Петрусталка» в лице «Русалиной». «Хлебное Ниво» – это легендарное предприятие, созданное нашим одним из учителей, бывшим директором «Касарского завода», дедушкой, которое действительно было создано в свое время. И мы там участвовали со «Скетевым» в создании «Холодного Яра». Ну, как бы то ни хотелось, но вода «Холодного Яра» пока не победила. То есть, качество водки, если конкретно «Холодного Яра», все-таки одно из лучших было и будет. «Мави» – это новые фирмы херсонские, это только поднимается. Ну, корпорация «Альфа-Групп», знаете, такой олигарх, господин «Альперин». Можете себе представить, как с ним тяжело работать, если сомалийские пираты вздрогнули от него. Он хозяин корабля «Фаин», то «Альфа-Групп» – водочное предприятие, в том числе и винопредприятие «Котовский», по-моему, винзавод. Да, это тоже его. Да, мы это поняли, потому что у нас были желания какие-то там писаться, но мы поняли, что там лучше. Про «Донецкий» я вам уже сказал, как «Кристалл Дон» в одном лице, это мощное предприятие, ну и как вот раз, два, три, четыре, пять – это предприятие. Есть у нас еще одна компания, она более солидная, но она в основном ставит упор на инвестирование, потому что у нас спиртовая отрасль, то есть все-таки державная, монополия державная, инвестирована на производство именно спиртовой промышленности, такие как «Кровец» и «Черниговский ЛАЗ», они представляют, как в лице рекоработки. Ну, господин Чеботарев и Акименко вам говорят эти фамилии, да? Они являются одним из самых больших инвеститоров отрасли укрспирта. Естественно, есть два тоже немаленьких производства. Одно в Ровно, одно в Чернигене, которые вроде как больше всех выступали, но подписали почему-то первые. Ну, всякие встречи. Ну, вот, как раз «Торговый дом универска капиталгруппы» – это и есть вся продукция житомирского ликористского завода. Хоть и ликористского завода собственных точек, по-моему, около ста. Ну, это держа, державно. Горьба, знаменитая сумская, старая марочка, стабильная марочка. Но в связи с новыми законодательствами все равно уже у нее проблемы. Она не может продать эту продукцию, которую продавала даже три года назад. Даже три года назад. То есть у всех на сегодняшний день проблемы. И проблемы связаны в основном с перенасыщением. Перенасыщение очень большое в Украине. Ну, давайте возьмем так, изначально. Спиртовые отрасли у нас на сегодняшний день насчитывают, ну, давайте так, насчитывал 82 спиртовых предприятия. Из них на сегодняшний день рабочих 74. Там кто-то там демонтировался. Они являются все державными. Для того, чтобы обеспечить полностью страну, Украину со всеми контрактами и все остальное, достаточно 15 предприятий. То есть украинская спиртовая отрасль была построена на обеспечение всего бывшего постсоветского пространства. То есть мощность в 3-4 раз больше. Сырьевая база у нас великолепная. Вы знаете, что такое насыщение миласы. Потому что миласа мы торгуем за рубеж, мы торгуем здесь. И ее всегда здесь очень много остается. Зерно, как типа кукурузы, как кукуруза является самым качественным сырьем для спиртовой отрасли. Управлено во все страны мира. И хватает еще на спиртовую отрасль. То есть отсюда и насыщение производителей. Для Украины с, будем так говорить, взрослым населением в 30 миллионов, с полной взрослым. Потому что мы ведем о рекородочной промышленности. Все-таки 80 лицензий производства именно водки. Тут многовато. Я так думаю, что не надо, чтобы все, что мы производим, мы сами употребляли. Надо поделиться с соседями. Хотя, вот смотрите. Очень большая проблема. Зайдите сейчас в любой супермаркет. Можно не в Киеве. Можно зайти даже в более маленьких областных городах или просто городах. Водочная полка занимает больше всей любой, любого и группы товаров. Любой. Колбасы, сыра, молока. Водочная полка в 2 раза 100% больше. Кроме того, половина полки занимает импорт. Российская водка. Вот в чем обидно. А есть предприятия торговых, у которых вообще нет отечественной водки. У нас есть в стране ни одно, ни два, ни десять, ни сто предприятий торговых, у которых нет вообще отечественного продукта. Я понимаю, там у нас есть политические вопросы, у нас есть вопросы о вступлении всех этих. Но, все-таки, страна должна защищать своего производителя. Страна должна какие-то поправки к законодательству делать. Страна должна заботиться о том, чтобы ее акцизный сбор не уходил куда-то. Тот же вопрос. Откуда, например, импорт, который стоит у нас на киевских супермаркетах огромных? Огромнейших, которых может за день не обойти один. А у нас их, я не знаю, сколько в Киеве супермаркетов огромнейших. Так вот, у нас не хватает пересечения импорта за месяц столько, сколько стоит двух супермаркетов. Откуда ж она берется? Кто этим занимается? Кто это просчитывает? Так это все же отбирает у кого? У отечественного производителя. Торговля, 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 торговля вообще сейчас прямая, так сказать, вообще сейчас же дошла уже до просто нереальных космических сумм для того, чтобы произвести новый продукт, поставить его на полку. Производителя еще надо найти миллион долларов? За что? Чтобы дать торгашу заработать? Или торгаш сказал, я не хочу, чтобы ты здесь торговал. Ну, это опять же все регулируется, у нас все-таки цивилизионная страна. Просто кто-то должен за всех стучать, кто-то должен за всех стучать в какие-то двери, кто-то должен создать действительно какую-то юридическую базу, кто-то должен создать вопрос принятия предложений и лоббирования этих предложений. Одному тяжело, два вроде как не договорятся, а в рамках ассоциаций, поверьте мне, возможно. А где вы раньше работали, чем вы, как вы относились к этой вопросу? Я? Ну, человек сказал, что работает на территории. Ну, я расскажу где. Ну, я, во-первых, так сразу скажу, я владею около 42 торговых водочных марок. В том числе единственной водочной марки в Орке Якушеве. Тот Якушев, который в 15 лет проводил в концерном Донбассе Кера-Водка в составе 11 предприятий всего Донбасса. Выпускал в месяц тогда столько, сколько сегодня страна выпускает за полгода. В последнее время работал в Укрспирте начальником КРУ и потом в Укрспиртпостача. А в Укрспирте вы работали, когда кто был? Сухом Лентом руководитель? Нет, я работал при Яковце. Я работал при Яковце. Ну, смотрите, журнал «Акцесс» действительно единственное такое отраслевое издание. Мы хотели бы быть полезными вам, мы бы хотели знать, как вы это видите. Вы же поймите, если вы сейчас от нас отмежуетесь, нам придется создавать что-то свое. Правильно. Зачем создавать, если у вас все созданы? Когда есть такой хороший продукт. Давайте же как-то вместе скоперируемся. Да, вот потому, честно говоря, я очень обрадовалась и вообще люблю, когда люди объединяются. И мы столько терроризировали этого журнера, этого укроподку. Мы подумали, что это будет какая-то... Ну, журнер, опять же, опять же, ну что его терроризировать? Иван Берич вполне реально нормальный. Он интересный, у него нет потенциала, нет бюджета. Он бы хотел с удовольствием. Он бы хотел, но он не мог. Ну откуда? Где брать? Мы создали ассоциацию, наоборот, чтобы высветиться. Наоборот, чтобы можно было крик души. Совершенно с вами согласна. Мне не так и хочется. Приедет, например, приедет, приедет там с Тернополя тот же Колганов, которого сейчас разрывают непонятно за что. Да. Мы его увидим. У нас есть возможность ему выйти. Он крик души. За что? Да. А уже за что и прав он или не прав, то уже пускай уже там этот сам. Но наша задача, что мы дадим. А пока он сюда до топает, ему же не орать не хочется, не высказаться. Он забыл, пока он забыл, что он вообще ходит. Замечательно. Более ближе. Ассоциация будет производителя. Действительно, вопросы защиты, защиты обеспечения производства, защиты его как вторых марок. Ассоциация планирует единую марку. Да. Одну. То есть, ассоциация будет еще производством? Ассоциация защитную единую марку. А, защитную. Защитную единую марку. То есть, будет ваш логотип, который будет размещен у себя в бутылке? То есть, все участники ассоциации будут этот логотип? Кроме того, вы же поймите, что ассоциация уже на сегодняшний день предложила, я уже предложил производственникам. Они, правда, не ожидали, но они соглашаются и говорят, что мы так раньше не сделали. Вы же помните, что такое ассоциация в производстве 30-40 единиц продукции миллионов в месяц. То есть, мы можем полностью не блокировать, а обеспечивать бесперебойную работу двух-трех стеклозаводов. Кроме этого, договариваться о ценах ниже на сегодняшний день, чем оптового на 30%. На сегодняшний день даже вот простая пустая бутылка стоит рубль двадцать. То есть, сразу ассоциация свои деньги отработает. Давайте так, даже 30 копеек на бутылку, 40 миллионов. А где вы их возьмете, когда у нас стеклозаводы кричат о том, что у них и так маленькая цена на бутылке? У них нет полностью загруженности стабильной работы. Вы же поймите, когда ассоциация, в лице ассоциации заказывают на год без перемены матрицы. А для стеклозавода самая большая замена матрицы, которая требует 4 недели. А 4 недели это 10 миллионов на бутылку. А мы заказали на год. Ребята, мы покупаем годовое производство. У вас меньше потери все. Они пойдут на это, они идут на это. Кроме того, они сразу нам предлагают форму комплекта бесплатно. Мы копеечку на бутылочку лужи, его накупается в 3 раза. Ну, за счет объема, понятно. Ну, в том-то все же вопрос. Но на нашем круглом столе были только крупные. Что такое колпачок? Те же китайцы прибежали, те же этот самый. Подождите все. Мы делаем бесплатные склады. Хотя на сегодняшний день, вот вернемся. Матрица на сегодняшний день уже за 20 тысяч долларов на стекло не купишь. 50 тысяч евро. Матрица на колпачок уже предоплата минимум миллион два. В лизинг на сегодняшний день итальянцы оборудование не дают. Потому что такие, как некоторые наши производители понабирали в лизинг, до сих пор не расплачивались. Нет, так в лизинг все связано с банком, с этими самыми проблемами банковскими и кредитованиями и так далее. То есть, поймите, производитель же все равно должен обновляться, производитель должен улучшаться. По-любому. Я думаю, что интересно, вот столько проблем в отрасли, провести действительно круглый стол со всеми вашими членами. Можно пригласить каких-то государственных чиновников, тех же стеклозаводов, обсудить это все. Да, мы можем провести круглый стол, мы можем пригласить руководителей предприятий. Это очень интересно. Мы можем пригласить директора предприятия, мы можем провести круглый стол с учредителями. Мы можем с директорами, мы можем с технологами, которые, поверьте мне, не зря весь мир пьет украинскую водку. Не зря. Не зря. Не зря все производство сворачивается в Европе спиртовой. Не зря. Это тоже проблема, ее же никто не освещает. Никто ж не говорит, что после борды, бордополя 50 лет не живут. Никто ж это не озвучивает. Там зеленые, уже все, тюрьма. Никто ж. Круглый стол не только в очереди, и технологов у нас. А у нас последние 10 лет никто нового технолога не взял. Я очень рада, что наша первая встреча состоялась. Мы будем, конечно, стараться быть вам полезными, потому что вообще вот кладезь информации, и она лежит у вас, скажем, мы готовы об этом написать. Я могу говорить сутки, двоих лет. Не надо для этого бумажек. Для этого позже на себе. Ну, я думаю, что мы время от времени будем встречаться с диктофоном. Я это обожаю на себе. И пойти нам рассказывать. Меня знают все. Я знаю всех. Потому что действительно... Просто у нас не было необходимости защищать свои интересы. Сейчас как-то более публично и все остальное. Но у нас в отрасли на сегодняшний день войны, переворот и разруха. Ну, правильно. Кроме того, мы дошли до того, что руководители ведомства, определенных контролирующих, они тоже не понимают, что творится. Просто оно должно было каким-то образом как-то разрешиться или организоваться, или до конца уже уничтожиться. Ну, уничтожить все легко. Создать. Это точно. Скажите, если черняк придет и попросится в вашу ассоциацию, вы его примете? С самого черняка? Ну, Хортицу. Ну, давайте так. Черняк не производственник. Почему не производственник? А Хортицу, как он говорит, никакого отношения уже не имеет. Это он так говорит, но он имеет прекрасное отношение. Не знаю, да. Черняк в лице черняка? Это человек, который только разрушает. Я потому задаю этот вопрос. Ну, черняк в лице черняка, он не специалист. Не знаю. Потому что Сават жил и работал до тех пор, пока туда не пришел черняк. Когда пришел черняк, всех рассорил. Я думаю, мы сейчас создадим сайт, мы сейчас пообщаемся с вами. Я думаю, что очень многие будут иметь желание вступить в ассоциацию. Просто это будет уже другой совсем путь, и он будет для кого-то очень дорогой. Но самое главное, что... Самое дорогое, моральное дорогое, это было собрать именно... Хотя они сами собрались, но это... Я думаю, что при желании кого-либо собрать вот этих... Я, может, по-другому не могу сказать. Именно водочников, знаете, так водочников. Возможностей не было. В таком составе. Ну, и собираются, что-то рассуждать, послушать, попить водки, покушать. А когда уже вслух начали орать, что давайте собираться, давайте что-то решать и выдвигать уже в едином лице кого-то, чтобы мы могли работать, а вопрос именно сейчас так стоит, что кому-то можно работать, кому-то нельзя. Ну, слава Богу, что пришло время объединения. Вопрос я задавала не зря. Когда вы будете думать, когда вы будете принимать решение о принятии или не принятии, то используйте чужие опыты. Потому что очень хочется, чтобы организм, который вы только создаете, он работал долго, эффективно, был полезен вашему рынку. Я вам скажу так, я чуть-чуть... Организм этот... Он давно создан. Просто и люди давно, и все люди, которые будут работать в СОЦАТ, я уверен, что вы их все знаете. Это не будет что-то новое. Это не будет СОЦАТ. Люди будут все специалисты в определенных СОЦАТ. Прессе будет, прессе. Производство будет, прессе. Все будут. Все, кого вы знаете. Я не думаю, что... Может, кто-то будет неприятный, может, так сказать. Молодежь будем потянуть, молодежь будем воспитывать. Без нее никак. Молодежь нас питает, молодежь нас толкает. То есть, вот это две эти. Просто не надо более... Как... Оберегающие. Не будет последствий. Не будет продолжения. Хорошо. Спасибо вам. Вам спасибо, что уделили внимание. КОНЕЦ. Хорошо.